У микрофона Юрий Белявский. Сегодня мы продолжаем цикл музыкально-образовательных программ, посвященных легендарным исполнителям. Историческая перспектива развития скрипичного исполнительского искусства со временем возникновения звукозаписи. Легендарные скрипачи. От Паганини до наших дней. Яша Хейфеттс. В истории исполнительского искусства были концерты, которые стали легендарными. К таким концертным событиям относится концерт великого легендарного Никола Паганини в Париже в 1831 году, буквально поколебавший почву парижан, никогда до этого не видевших и не слышавших ничего подобного. Концерт этот, на котором присутствовала вся художественная элита того времени, был подобен разорвавшейся бомбе. Паганини явил музыкальному миру то, что мало кто мог объяснить. Во-первых, совершенно новые приемы скрипичной техники, двойные флажолеты, пицциката, двойные ноты, пассажи в невероятных темпах, игра только на одной струне, но, что самое главное, дьявольское воздействие на слушателей, подобное гипнозу. Наэлектризованной его игрой, не будучи способны объяснить происходящее, слушатели искали сверхъестественное объяснение. Паганини продал душу дьяволу, позади Паганини они видели сатану, манипулирующего им. Кстати сказать, сам Паганини всячески способствовал мистическому восприятию своей игры. Прежде всего, он старался держать в тайне те приемы скрипичной техники, которые не были понятны его современникам. Плюс к этому, его необычайная внешность, в глазах многих даже уродства, возбуждала необыкновенное любопытство у толпы. Это была эпоха расцвета романтизма, суеверное восприятие действительности, экзальтированное отношение к музыке, живописи, литературе и жизни. Среди присутствующих в зале Парижской оперы были Бальзак, Мендельсон, Жорж Зант, Рассини, Даницети, Гейны, Лист, Делакруа. Франц Лист был настолько потрясен игрой Паганини, что задал себе цель создать на фортепиано то, что Паганини создал на скрипке. Со времени Паганини развитие скрипичного исполнительства пошло новым путем. Великие скрипачи девятнадцатого столетия Эрнст, Вьетан, Винявский, Сарасаты широко использовали и эксплуатировали в своих произведениях скрипичные приемы Паганини. К сожалению, это событие, этот концерт был за 70 лет до появления звукозаписи и, увы, не в наших возможностях услышать игру Паганини. Следующий важнейший поворотный момент в скрипичном исполнительстве – это появление Яши Хейфетса в двадцатом столетии. Яша Хейфетс родился в 1901 году в Вильнюсе. Отец его был скрипач, и он вложил скрипку в Яшины руки, когда Яше было три года. Прогресс шел с неимоверной скоростью. Уже в шесть лет Яша играл концерт Мендельсона с оркестром. В 1910 году девятилетний Яша становится учеником профессора Леопольда Семеновича Аура в Санкт-Петербургской консерватории. Отец известного американского пианиста Гэри Графмана, Владимир Графмана, был в это же время студентом профессора Аура. И обрисовать игру маленького Хейфетса он мог только так. Яша играл как Хейфетс. Сейчас давайте послушаем пчелку Шуберта в исполнении 10-летнего Хейфетса. Запись это 1911 года. На пластинке написано «Шуберт Пчелка исполняет 10-летний скрипач-виртуоз Яша Хейфетс. Русское акционерное граммофонное общество». Русское акционерное граммофонное общество. Это была пчелка Шуберта. В исполнении 10-летнего Яши Хейфетса. Запись, сделанная в России в 1911 году. Более подробно об этой пластинке мы поговорим в нашей следующей программе, посвященной биографии и истокам исполнительского искусства Хейфетса. Тогда же мы послушаем целиком эту пластинку, и я расскажу ее необыкновенную историю. В 1913 году 12-летний Яша играет в Берлине концерт Чайковского. После концерта Фридс Крайслер, признанный первый скрипач мира, совершенно потрясенный чудо-ребенком заявил, что он готов бросить скрипку, ибо, как он сказал, какой смысл в тяжелых, изнурительных занятиях, если маленький ребенок может овладеть скрипичным мастерством с такой легкостью, как будто он играет в камешки. В 1917 году, в год большевистской революции, семья Хейфетсов сумела уехать из России в Америку. Легендарная репутация предшествовала появлению Хейфетса в Америке. История о чуде ребенке передавалась из уст в уста. Нью-Йорк был допределанно электризован предстоящим выступлением Хейфетса. 27 октября 1917 года. Нью-Йорк. Карнеги-Холл. Дебют Яши Хейфетса в Америке. Концерт этот, безо всякого сомнения, явился поворотным моментом в скрипичном исполнительстве 20-го столетия. Тот уровень скрипичной игры, который услышали присутствующие, был абсолютно небывалым. Бернард Шоу, известный своим необыкновенным остроумием, в письме Хейфетсу советовал ему. «Чтобы не вызвать зависти Бога, вы должны каждый день играть хотя бы одну фальшивую ноту. Только Бог имеет право на подобное совершенство». Критики теряли дар слова, пытаясь описать игру Хейфетса. «Гений! Долой шляпы, господа! Перед вами гений!» – таковы были заголовки в газетах. Техническое совершенство, необыкновенная красота звука, совершенство фразировки, безупречность исполнения – все это на таком сверхъестественном уровне не было известно до появления Хейфетса. Ангел, играющий на скрипке, как многие называли его. Хейфетс поднял скрипичное исполнительство на уровень, непревзойденный по сей день. За всю свою жизнь он не имел соперников, пожалуй, что только самого себя. Хейфетс стал императором скрипки. Как мы уже говорили в прошлой передаче, с момента изобретения Дисоном звукозаписи в конце XIX века в наших руках оказалась машина времени. И это нам дает возможность заглянуть в прошлое, почувствовать дыхание давно ушедшего времени, почувствовать себя свидетелями, почти что участниками прошлого. Сегодня мы постараемся воссоздать легендарный концерт в Карнеги-Холл 27 октября 1917 года, когда ровно в 2 часа 30 минут 16-летний Яша Хейфетс вышел на сцену. Андре Бенойст, который аккомпанировал Хейфетсу, рассказывает, что перед самым выходом на эстраду папа Яши напутствовал своего сына такими словами наидыш. «Яшенька, ты можешь плевать на них всех?» Яша, в свою очередь, небозвутимо обратился к Андре Бенойсту. «Как вам нравятся мои длинные брюки?» Это были его первые после детских коротких. «А мой галстук бабочка в порядке?» И вышел на сцену в Карнеги-Холл. В первой половине концерта Хейфетс исполнял Чекона Виталий и второй концерт Винявского. Давайте сейчас послушаем вторую часть второго концерта Винявского. КОНЕЦ 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 27 октября, Нью-Йорк, Карнеги-Холл. Хейфеттс исполняет Абу-Марию Шуберта. 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 Абу-Марию Шуберта.